Основатель Телеграм Павел Дуров освобожден под судебный надзор. Это первый прецедент за всю историю социальных сетей. Никто никогда не арестовывал их владельцев. Судья начал расследование в отношении миллиардера по делу об организованной киберпреступности. Дурову предъявлено обвинение по 12 преступлениям, в том числе хранение и распространение детской порнографии, наркоторговля, мошенничество и отмывание денег. Дело было возбуждено в марте. Оно связано с отказом Дурова сотрудничать с французскими правоохранителями. Они запрашивали у Телеграма данные о подозреваемом по делу о распространении детской порнографии. Какой конкретно процессуальный статус у Дурова, неизвестно. Его роль описана как соучастие, пособничество и сговор. Чтобы избежать предварительного заключения, Дуров должен внести залог 5 миллионов евро и отмечаться во французской полиции два раза в неделю. Ему нельзя покидать Францию. Телеграм неоднократно отказывался присоединиться к работе двух авторитетных НКО, которые специализируются на поиске и удалении материалов, связанных с детским насилием и детской порнографией. Кроме самого миллиардера, французские власти выдали ордер на арест его брата Николая Дурова, а также объявили его в международный розыск. Давление государств и спецслужб на социальные сети происходит не впервые. И Марк Цукерберг подтвердил это уже во вторник. Он заявил, что во время пандемии администрация Джо Байдена требовала удалить определенный контент из социальных сетей компании Мета — Инстаграма, Фейсбука и Ватсапа. Решение цензурировать определенный контент в социальных сетях Байден называл борьбой с дезинформацией. В начале пандемии США лидировали по числу жертв от ковида, а антиваксеров в социальных сетях действительно становилось больше. Мировых скандалов, связанных с цензурой в социальных сетях — десятки. В Китае и Иране власти не стали усложнять, а просто заблокировали все главные социальные платформы. В России дела обстоят примерно так же. 8 лет назад заблокировали платформу LinkedIn. А с начала полномасштабной войны России с Украиной российские власти назвали Фейсбук и Инстаграм экстремистскими организациями и заблокировали их. Твиттер замедлили, Ютуб завалили штрафами. А Гугл, которому принадлежит Ютуб, объявил себя банкротом и ушел из России. В августе Ютуб тоже начали замедлять, но российские провайдеры начали самостоятельно его ускорять. В планах российских властей развивать свои социальные сети — видео во Вконтакте и Рутубе, а обмен сообщениями в мессенджере там-там. Да и сам Дуров не впервые сталкивается с требованием властей сотрудничать. В 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны в Украине, Дуров, тогда еще владелец во Вконтакте, продал компанию и уехал из страны. Визионер рассказывал, что он уехал из-за давления ФСБ. Спецслужбы просили его удалить контент, связанный с Майданом. В то время Телеграм уже существовал, и братья Дуровы занялись его развитием. Репутация Телеграм строилась на принципиальном отказе его основателя от сотрудничества со спецслужбами, передачи им данных пользователей, а также ключей шифрования переписки. В 2017 году с подачи депутата Ирины Яровой появился закон о передаче ключей шифрования данных пользователей социальных сетей. После теракта в Санкт-Петербурге ФСБ потребовало у Дурова выдать им ключи от чатов террористов. Дуров объяснял, что ключи шифрования хранятся только на устройствах самих пользователей. На серверах Телеграм их нет. Обратная сторона приватности — возможность использования мессенджера злоумышленниками, и поэтому правоохранители настаивают на усилении контроля за платформой. В 2018-м Телеграм внесли в реестр запрещенных ресурсов. Роскомнадзор решил мессенджер заблокировать. Дуров отказывал в сотрудничестве с силовикам. На этой неделе репутация визионера пошатнулась. В слитых базах ФСБ журналисты нашли информацию о том, что Дуров прилетал в Россию не менее 50 раз. Он прилетал и в 2020 году. Сразу после его приезда Роскомнадзор заявил, что Телеграм больше не находится в реестре запрещенных ресурсов и снял ограничения по его пользованию. Это стало поводом для обсуждения возможного сотрудничества Дурова и ФСБ. Также стало известно, что в 2017 году французские спецслужбы вместе со службами Объединенных Арабских Эмиратов взломали телефон Павла Дурова. Они хотели найти информацию о террористах запрещенной группировки ИГИЛ. Кроме этого, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру в Париж. Спустя несколько лет после этих событий Дуров получил гражданство обеих этих стран, а также 75 миллионов долларов на развитие Телеграма от Арабских Эмиратов. Новая область, которую взялись регулировать государства — область искусственного интеллекта. С 1 августа в Евросоюзе вступил в силу закон, который должны соблюдать все разработчики искусственного интеллекта, вне зависимости от того, где они базируются. Это значит, они будут нести ответственность за использование искусственного интеллекта вместе с теми, кто нарушает закон.